Почему не цветет декабрист? Причины. Декабрист или шлюмбергера красивый комнатный цветок, известный своим необычным цветением. Цветок начинает цвести в декабре, за что и получил свое название. По форме бутона цветка напоминает лилии, поверхность стеблей, как у кактусов, имеют сегменты в виде членников. Процесс цветения декабристов – возможные нарушения. Во время выращивания декабриста можно столкнуться со множеством проблем, опаданием цветов, покраснением сегментов. Однако самый волнующий цветоводов вопрос – почему не цветет декабрист? Причинами всех проблем и заболеваний, возникающих в период жизни комнатного декабриста, является неправильный уход или его отсутствие. Неблагоприятные условия выращивания заболевания вредителей. Цветок шлюмбергера важно. Заболевания вредителей появляются прежде всего из-за неправильно созданных условий выращивания зараженного посадочного материала и, в целом, ошибок в уходе. Заболевания шлюмбергера заболевают грибковыми инфекциями – петеумом и фитофторой. Болезнь заражает не только само растение, но и грунт. Первый признак проявления инфекции – опадание сегментов на стеблях и вялое состояние бутонов. Затем начинается осветление и потускнение куста целиком. Грибковые инфекции лечат опрыскиванием наземной части куста и обрабатыванием почвы растворами специальных препаратов – топаз, витарос и максимфузариоз. Еще одно грибковое заболевание, поражающее прикорневую шейку и корни. Обитает в почве и заражает растение через порезы и ранки. Заболевание не лечится, поэтому необходимо избавиться не только от цветка, но и от горшка, в котором он рос. Важно, чтобы растение не заразилось инфекционными заболеваниями. После каждых работ необходимо дезинфицировать садовый инвентарь. Вредители. Шлюмбергера страдает от нападок. Следующих вредителей. Паутинный клещ. Мучнистые черви. Щитовка. Паутинного клеща можно заметить невооруженным взглядом. Это маленькая желтая, красная или бурая насекомые. Появляется при пониженной влажности воздуха и питается сочной частью растения. При первых симптомах появления клеща нужно промыть верхнюю часть кустарника мыльным раствором. После укрыть горшок и цветок полиэтиленом на неделю. Повторять процедуру не менее двух раз. Мучнистый червец имеет бледно-розоватое тело в форме овала с белым налетом. Длина тельца не больше 7 мм. Если на поверхности сиблей появлялась белая слизь, значит мучнистые черви находятся на кусте. От них избавляются обрабатыванием инсектицидами. Процедуру проводят раз в неделю. Щитовки питаются соками сегментов, из-за чего они начинают высыхать и опадать. Запущенное состояние может уничтожить цветок полностью. Необходимо провести чистку стеблей и куста раствором танкера или карбофлуса. Влажность. Для здорового роста и яркого цветения для декабриста необходима повышенная влажность помещения. Сухой воздух провоцирует засыхание сегментов и бутонов, последующие их опадания. Паутинный клещ. Кто-то же любит пониженную влажность и начинает развиваться и размножаться на поверхности куста. Для повышения уровня влажности нужно регулярно опрыскивать кустик водой из пульверизатора. Зимой из-за искусственного отопления влажность понижается, поэтому нужно ставить тару с водой рядом с горшком. Дополнительная информация. Для быстрого повышения влажности в зимнее время эффективно раскладывать влажную тряпку на горячую трубу отопления. Температура воздуха. При низкой температуре происходит переохлаждение куста, что ведет к увяданию и остановке роста. Стебли не развиваются, цветок перестает цвести. Температура воздуха не должна падать ниже 15 градусов. Если куст сильно подмерз, нельзя сразу резко повышать температуру. Делается это постепенно, увеличивая каждый раз температуру на пару градусов. Дополнительная информация. Помимо низкой температуры, необходимо избавить цветок от холодных сквозняков, которые мешают цветению и росту куста. Проблема с корнями. О том, почему цветок декабрис не цветет при уходе в домашних условиях, даст знать состояние его корней. При застаивании влаги в грунте начинается гниение корневой системы и отмирание куста. Рост притормаживается, куст вянет, листва тускнеет, сегменты и бутоны опадают. Если запустить проблему, у основания стеблей начинается почернение и появление плесни. Декабрису неотилу не только зацвести, но просто набрать рост. Цветок не цветет по множеству причин. Очень важно правильно ухаживать за кустом и поводить полив мягкой и не холодной водой. После процедуры обязательно проводится рыхление почвы. Неправильная пересадка. Для здорового роста и цветения необходимо провести правильную посадку. Перед тем, как пересадить цветок, нужно подобрать горшок правильного размера. Он не должен быть тесным, чтобы при разрастании корневой системы не возникла нехватка места для корней. Важно при посадке использовать специальную почвенную смесь. Субстрат можно приобрести в специализированном магазине в готовом виде, а можно сделать самому. Необходимо смешать плодородную рыхлую землю, перегной перепревшую листву торф. Для хорошей воздухопроницаемости рекомендуется также добавить речной песок. Важно! Основная причина, из-за которой после пересадки цветок перестает цвести, это повреждение его корневой системы. Если корни повреждены, страдать будет весь куст целиком. Другие возможные проблемы. Нехватка света и подкормок тоже ведет к остановке цветения. Первый год цветок особенно нуждается в минеральных и органических подкормках. Причиной отсутствия цветения может быть внесение азот, содержащих удобрения во время цветения. Азот помогает разрастанию листьев и стеблей растений, но препятствует образованию бутонов. Что делать, если декабрис не растет и не цветет? Народные методы Иногда возникает вопрос о том, что делать, если декабрис не цветет. В таких ситуациях не всегда есть возможность использовать специальные препараты для борьбы с проблемой, и тогда можно воспользоваться народными методами. Они помогут избавиться от вредителей и заставить растения зацвести. Чтобы декабрис зацвел, нужно правильно за ним ухаживать от щитовки спасает настой из репчатого лука. Сделать его несложно. Большую луковицу мелко шинкуют и заливают тремястами миллилитрами воды. Раствор настаивается 4-5 часов. Ватный диск смачивают в луковичном настой и протирают пораженные участки на листах. Для борьбы с мучнистыми червицами применяется настой чеснока. Несколько зубчиков чеснока нужно размять и залить пол-литрами кипятка. Раствор настаивает 7 часов. После кисточки, смоченной в растворе, протирается пораженные листва. От червицов также спасает оливковое масло, которым смачивается ватный диск и протирается куст. Масло питает и заживляет пораженные участки. Если декабрис не растет и не цветет, прежде всего необходимо обратить внимание на условия, в которых содержится цветок. При правильном уходе и вовремя предпринятых мерах профилактики цветок будет долго радовать своим ярким цветением и здоровым внешним видом.